Денис Эппл Денис, здорова! Привет! И я пришел не просто так, а чтобы выяснить, что же лучше. Gibson Les Paul Custom, вот такой замечательный белый. Gibson Les Paul Traditional, вот такой замечательный злотистый. И чисто на кучу у нас будет Gibson SGJ, серия 2014 года, бюджетный Gibson. Ну, чисто, чтобы было с чем сравнить. Денис, расскажи нам, пожалуйста, про этот Custom. Во-первых, почему Custom? Он сделан в Custom Shop? Да, это производство Custom Shop. То есть, когда-то давно у фирмы Gibson было несколько моделей. Был Gibson Standard, была модель Gibson Custom Les Paul и был, собственно, SG. А вот с 2005 года у них появилось производство Custom Shop, где делают уже гитары. Ну, как мы знаем... Немножко из других материалов. Само название Custom Shop переводится как заказная мастерская. То есть, туда, куда приходят элитные чуваки и говорят, вот сделайте мне такую же, только с перволамутрами и пуговицами. Ну, то есть, получается, что в этой мастерской открылось отделение, которое фактически делает просто на своих мощностях, но готовые модели. Не под заказ. Да, просто есть несколько видов Custom. Есть просто, скажем так, серийный Custom Shop. Это просто гитары, сделанные из какого-то другого дерева, какими-то другими мастерами. Но настоящими американскими американцами. Не какими-нибудь там иммигрантами из Мексики. А белыми ковбоями, которые лосо кидать умеют, стрелять из шотгана. Отборными. Отборными ковбоями из Техаса. Да. Есть мастер билд, где прям вот самые отборные ковбои делают то, что ты уже их просишь. То есть, ты пришел с большой пачкой денег и говоришь, а вот сделайте мне. Насколько большой пачкой? Ну, я думаю, что мастер билд у них начинается от 10 тысяч долларов и выше. КОНЕЦ 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 То есть, это не мастер билд, это как бы серийный, но на мощностях кастом-шопа. В каком году ты, говоришь, он был сделан? Это 2010 года инструмент. Это твоя личная гитара? Да. Сразу поясним. То есть, никакой магазин или производитель нам эти гитары не дарил. Их приходилось покупать за деньги. И сколько она тогда стоила? Я не знаю, я ее не покупал, мне ее подарили. Я только что сказал, что покупал. Ну, ладно, ее для тебя кто-то купил. Ее для меня кто-то купил, да. Ну, стоил этот инструмент на момент покупки, скажем так, на сайте Дипсона была рекомендованная цена для ритейла порядка 6 тысяч долларов. Ну, много. Ну, а что Традишнл? Чем, во-первых, он отличается от Лиспол Стандарт, самого распространенного Лиспола? Неужели только цветом? Отличается не только цветом. На самом деле, Традишнл забывают разных цветов, как, собственно, и стандарты. Ну, просто Традишнл сделан по лекалам старых гибсонов. То есть, это вот инструмент, вот тот самый стандарт, который был когда-то в те самые бородатые годы, на которых играли Джимми Пейджи и прочие ребята. То есть, современные стандарты, как правило, там у них есть пустоты в корпусе, там какие-то технологические изыски. Это совершенно инструмент без каких бы то ни было изысков. Это цельный кусок краснухи. То есть, тут, извини, нет отсечек, нет роботических колок? Здесь вообще ничего нет. Это вот просто вот тот самый Лиспол, который был когда-то давно. Просто, скажем так, переиздание. Поэтому и Традишнл, как многие любят его называть, Традишнл это стандарт в квадрате. Супер стандарт. Супер стандарт, да. Супер стандарт. Супер стандарт. Ну а как он там по цене? Был, видимо, в 2012 году гитара. В 2014 году. Ну, тогда у него прайс был тоже немаленький. Просто они, по-моему, с 2013 года резко понизили цены. для меня до сих пор остается загадкой за счет чего потому что я на более поздних инструментах не играл просто сейчас traditional там стоит порядка 2000 долларов тогда у него опять же на сайте гибсон был ценник около 3 600 то есть он тогда подороже был стандарт стандарты тоже разные сейчас стандартов у гибсона очень много начиная там от 2 с копейками и заканчивая там чуть ли не пятью тысячами долларов в чем там отличие уже не знаю датчики там дерево еще что-то не час очень много модификаций в отличие от тех самых бородатых лет когда всего три модели а а Субтитры сделал DimaTorzok Ну и пара слов об этом чуде Вишневом. Что это такое, откуда взялось? О, это инструмент был куплен специально для того, чтобы таскать его по каким-то низкобюджетным мероприятиям. Он очень хорош чем? Тем, что он легкий. Это его самое главное достоинство по сравнению с весполами. Сделан, кстати, достаточно взрослым. То есть у него модификация электроники, датчики там все стоят как на достаточно взрослых СГ-стандартах. Ну, просто попроще сделан. У него нет этого дорогущего лака. Он практически не лаченый. То есть у него совершенно матовый инструмент. Потому что один гипсоновский лак стоит там одна баночка порядка 300 долларов. Это существенно удорожает производство. Насколько я знаю, сейчас уже эта модель по-другому как-то называется или по-другому делается. Они, по-моему, J вообще перестали выпускать. А, вообще не выпускать. Вообще перестали выпускать. Это вот буквально, то есть у них после 2014 появилась какая-то упрощенная версия. Тоже J, какой-то там универсари, что-то такое. Но там уже были проще датчики. Там уже были какие-то... Это вот самый первый J, который появился. И он, ну, видимо, в маркетинговых целях был сделан достаточно взросло. По чем он тогда был в долларах, чтобы сравнить? Ну, я, опять же, не знаю, там, насколько там магазины продавали. Плюс все эти кризисы, там, какие-то акции, еще что-то. То есть, ну, на сайте Gibson он там долларов 700-800, может, стоил. То есть до 1000 долларов. Меньше 1000. То есть, ну, совсем, по-моему, самая дешевая штука есть, если не брать его внимание. Да, да. Но самое интересное, то есть я слушал и сравнивал эти гитары с моделями Studio. И вот я скажу, что первые... первые Gibson и серии J, ну, на мое субъективное ощущение, звучали лучше, чем Studio. То есть, чем это вызвано, я не знаю. Ну, у них, я же говорю, у них модификация, как на нормальных, там, стандартах. Просто они сделаны проще. У них, там, нет лака, нет фурнитуры, нет каких-то там, многих каких-то вещей. То есть, он просто сделан очень просто. Но при этом вот вся рабочая часть электроники и все прочее сделана достаточно взрослой. И инструмент звучит, особенно в студии, звучит очень на уровне. То есть, если в студии хочешь получить характер SG, то J вполне ее выполняет. Иными словами, из него ожидаемый звук, управляемый. Да, да, в студии особенно управляемый. На концерте, конечно, он не дотягивает до серьезных лэсполов. Ну, собственно, SG никогда лэсполом и не был. В SG всегда не хватало низа по сравнению с лэсполом. Ну, как вот, как рабочая лошадь, он и для концертов вполне подходит. Тем более, на этой J-серии у них кленовый гриф, что дает больше верхних частот. Он звучит вот как-то вот даже больше какого-то щелчка стратокастеровского дает. То есть, у него верхушки на самом деле больше, чем у лэсполов. Но не хватает низов, серединки. То есть, ну, опять же, я же говорю, как рабочий инструмент более чем. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Лиспол Традишн играл, и он тоже, зараза, точно такой же тяжелый. Кастом легче. Когда у меня после паркера, воздушного просто, как пушинка, появился вот этот вот белый кастом шоп, я думал, что это, наверное, самый тяжелый инструмент в мире, который только существует. То есть я под ним просто умирал. Но когда у меня появился Традишн, я понял, что кастом это лучше даже в этом. Я заметил у этого Традишн, но не все в порядке с головой. Мы знаем, есть такая проблема, лиспольная, характерная. Наклонная голова часто ломается. Достаточно просто поставить гитару на землю, на стойку, и вот если ее кто-то зацепит, она сделает вот такой вот поворот. Особенно если другой стороной. Ну да, просто обычная гитара лицом стоит, как бы так падает. Голова делает свой последний кивок. Здесь он заклеен. И вот как тебе по ощущениям? Ты же играл на этой гитаре до того, как случилась катастрофа, и играл после. Что-то изменилось? Ничего не изменилось. Ну, это стандартная ситуация для всех гитар, у которых голова находится под наклоном к грифу. То есть у меня не первый инструмент был, на котором подобные проблемы случались. Как мы знаем, и у Слэш и Бонаваса тоже такие проблемы случались. Слэш играет на поломанном, на заклеенном грифе уже лет 10, и его это совершенно не напрягает. И Бонаваса точно так же. У него одна из его любимых гитар. Он куда-то там поехал в тур, и где-то там какие-то мексиканцы-грузчики неаккуратно... И здесь мексиканцы подкрались. Мексиканцы, да, заполонили. То есть это не проблема, на звук это никак не влияет. То есть до тех пор, пока мастер, который склеивает инструмент, знает, что он делает, и делает это по технологии, то проблем не будет. Да, проблем не будет. Ну, потому что на самом-то деле гитара даже технологически сделана... Со склейками. Она склеена, да. То есть это не цельный кусок, который вот просто в таком положении вырезан. То есть это склейка даже на заводском уровне. Поэтому какая-то, ну, взяли, переклеили повторно, ничего страшного. То есть на звуке это никак не отражается совершенно. Если хороший мастер это все сделал, то на звуке это никак не отражается. Денис, по пятибалльной школьной системе расставь оценки каждой стрим-гитары. По пятибалльной? Школьной. Пятибалльной школьной. Пять, четыре с плюсом, четыре. Нет, пять с плюсом. Пять, четыре. Ты щедра. С вами был Иван, и с вами был Денис. Денис, спасибо большое, что пригласил. Ты очень помог, надеясь, нашим зрителям выяснить для себя, что же лучше, кастом или не кастом. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Подписывайтесь на YouTube-канал Дениса, он у него тоже есть. Пока, пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Редактор субтитров А.Семкин